Отвратительный запах, шум и неудобства. Это только часть неприятностей, с которыми сталкиваются армаверцы на углу улиц Кирова и Энгельса. Ремонт канализационной трубы идёт давно. Люди устали обходить ограждения, а зловонием пропиталось всё вокруг. Действительно, ремонт коллектора начался ещё в декабре. Это подтвердили работники водоканала. Однако сделать всё быстро здесь невозможно. Плановая замена 168 метров канализационной трубы – дело хлопотное. Комплекс данных работ подразумевает технологически сложные мероприятия по подготовке котлованов, по очистке санации существующего трубопровода, по монтажу нового полиэтиленового коллектора. Проще говоря, чтобы не рыть длинную траншею и не перекрывать всю улицу, выкопали глубокий котлован и с помощью лебёдки стали поэтапно вставлять в старую ветхую бетонную трубу полиэтиленовый стержень. При этом коллектор продолжает работать. Его надо очищать от содержимого, а зазор между старой и новой трубой заполнять цементом и ждать, пока он высохнет. Всё это требует длительного времени. Однако есть и хорошая новость – работы близятся к завершению. Ремонтники уже готовы установить канализационный люк, после чего начнётся засыпка котлована. Потом восстановят асфальт, и к 15 июня не останется и следа от былых неудобств. А вот в районе гипермаркета людям ещё долго придётся обходить и объезжать разрытие. После аварии на этом участке проходят аналогичные работы. Была установлена мобильная перекачивающая насосная установка, которая позволила произвести перекачку объёма сточной жидкости. В настоящее время пропускная способность коллектора восстановлена. Производятся подготовительные мероприятия по прочистке и дальнейшей замене участка. Метод замены трубы здесь такой же, а работы начались только в мае. Так что продлится ремонт ещё два месяца, если не больше. Сотрудники водоканала заверили нас, что делают всё возможное, чтобы ускорить процесс. Даже иногда по выходным работают. Однако армавирцам придётся потерпеть, и никуда от этого не денешься. Трубе уже 25 лет, она аварийная и требует замены. Влада Волошина, Евгений Халманских, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир.